Алена застряла между мирами. Чемпионке Европы хочется обратно, в почти родную группу Этери Тутберидзе, из которой она после трех лет работы отлучилась летом. Для Алены эти полгода пролетели крайне бестолково, потеря себя в лабиринте программ, а еще потеря тройного акселя, здоровья, доверия судей и, кажется, покоя. Алену не назвать заложницей, но предыдущая команда, Ангела Плющенко, если вы уже запутались, требует к трансферу что-то вроде выкупа за потраченные ресурсы. 1. Ангелы, разумеется, начали с нелепости, в течение дня ключевые фигуры, Плющенко и Рудковская, спротиворечили друг другу в главном, нужны им деньги или нет. Ладно, считаем, что слово Рудковской – последнее, и они ждут денег от кого угодно. Если бы это было не так, Косторная уже тренировалась бы Хрустальным. Итоговую позицию Ангелов, как бы забавно они к ней не пришли, можно понять, в такой ситуации любому тренеру независимо от мастерства досадно. В спортсмена вкладывали, но потеряли в момент, еще и узнав об уходе в последнюю очередь, из СМИ. И если уж отношения не спасти и сотрудничество дальше невозможно, то логично, что тренер думает хотя бы о компенсации. «Через это не раз проходила Тутберидзе, и вот испытания для Плющенко, который сразу заговорил о некоем регламенте расставания. Теперь я буду подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности». Интересно, кстати, выплачивал ли Плющенко компенсации сам? Той же Тутберидзе – за Трусову, за Косторную, за девочек помладше, за тренера Сергея Розанова. Все они приходили в Ангелы по-разному, и тоже, конечно, с багажом, который формировала прежняя команда. 2. А Лену, при всей ее импульсивности и плохой управляемости, тоже можно понять. Карьера рассыпается очень быстро. Никто не запретит выступать хоть до 30 лет. Вопрос, на каком уровне? Женское катание устроено так, что надо думать только о ближайшей Олимпиаде, если не попадаешь на нее, то, скорее всего, не попадаешь уже ни на какую. Летом Косторная исполнится 18, она только что пролетела мимо ЧМ, то есть находится не в тройке наших лучших взрослых, хотя Роно год назад была лидером. А виртуально, с учетом молодежи, которая зайдет на взрослый уровень осенью, уже и вне топ-6. Какое решение напрашивается в панике? Вернуться к тренеру, который тебя знает, с которым вы работали 3 года и побеждали. А что там на эйфории сказано про тренеров в последние месяцы, какая разница, когда надо спасать карьеру? Отказываешь Олени, значит, с принципами, не повелась на жалость, сохранила целостность группы, с которой все прекрасно. Не опустила собственную планку, наконец, зачем Итери 18-летняя фигуристка без ультра-си? Перед Олимпиадой и так хватает дел. Принимаешь Олену, щедрый жест, всепрощение, достоинство, умение оказаться выше склок. А главное, классный спортивный вызов, реанимировать фигуристку огромного таланта, которая чуть-чуть заблудилась. Просто открыть двери, когда просятся, это одно. Но оплачивать трансфер или искать спонсора, значит, уже занимать позицию добивающегося. Ты хочешь, пытаешься, ищешь возможность за деньги привезти в группу Абузу. В чем смысл? И как на твои решения отреагирует Костяк, Щербакова, Вальева, Хромых, Усачева? А заблокировать переход, значит, бросить в беде близкого человека, проявить немилосердие, уйти от ответственности. Куда пойдет Косторная, если не в Хрустальной? Многие ли готовы, заинтересованы ее взять, тем более за деньги? Заинтересована ли сама Лена в ком-то, кроме Тутберидзе? Так и конец карьеры окажется рядом. Невероятно! Вчера ты выигрываешь все на международном уровне, сегодня за тебя никому не охота браться, слишком много с тобой сложностей. Иначе наступает беспорядок, где никто не пытается играть по правилам и уважать другую сторону. До случая с Косторной теряющая группа не получала ничего, а спортсменам все прощалось, захочу, перейду в мае после уговоров, как Трусова, захочу, сама попрошусь куда мне интересно, как Косторная в июле, захочу, попрошусь в сентябре, как Медведева, захочу, в марте, как Косторная. И тут систему замкнуло, оказывается, уйти от Плющенко труднее, чем прийти к нему. Нашей федерации, как обычно, удобнее оставаться не при деле. Хотя странно, что руководителей не интересуют, по крайней мере, внешне, не огонь о лучшей фигуристке прошлого сезона, не напряги тренеров, которым сейчас лучше готовить людей на ЧМ, а не разбираться с юристами.